Всем привет, мои дорогие друзья! Вы не представляете, как я рада видеть вас здесь! Всё это время я старалась сохранять свою аполитичную сторону, нейтралитет, не участвовать вообще ни в каких неразборках, ни разговорах, ни в чём. Собственно, я и продолжаю это делать, но сегодня, точнее вчера, меня просто бомбануло. Я уже писала о том, что YouTube грозят закрыть, и вполне это вероятно, потому что не так давно YouTube заблокировал несколько наших каналов, и всякие различные депутаты и люди вот там вот сверху говорят, что YouTube, наверное, тоже скоро прикроется. Конечно, мы не знаем, будет это, не будет, и сколько он проживёт, но сейчас, как вы видите, многие блогеры ищут дополнительные площадки, где можно будет в дальнейшем развиваться, выкладывать свои видео и оставаться как бы с вами. Из таких площадок, в принципе, выбор небольшой, но самый такой главный заменитель YouTube, по мнению вот этих всех, наверное, чиновников и так далее, это RuTube. Я сама находилась в шоке и не знала, что делать, но в какой-то момент я поняла, что я не хочу с вами прощаться. Вы мне очень дорогие, я вас всех люблю, мы прошли вот этот вот огромный путь мой в YouTube. Многие из вас мне уже стали как родные, потому что аватарки, ники я вижу уже не первый раз и примерно понимаю, что это за люди, что они пишут, как вы участвуете в этом всём, и для меня это на самом деле очень важно и дорого. Я позавчера зарегистрировалась на RuTube и решила создать там свой канал, вообще посмотреть, что как там происходит. И вот тут вот меня конкретно вообще бомбануло. Я просто в шоке. Что за дичь? Начнём с моей позиции как автора видео. В RuTube нельзя комментировать видео. Просто комментариев нету в принципе. Это первое. Второе. В RuTube нельзя ставить лайки, дизлайки. Там их просто нету. Третье. Никакие ключевые слова, хэштеги и прочее там вообще не используются. Только описание видео. Если я выкладываю видео, то вы, даже посмотрев его, не сможете мне сказать своё мнение. Для меня, как для автора, выкладывание таких видео – это просто в пустоту. Потому что я не буду видеть ваших отзывов, я не буду видеть вашей реакции, не смогу с вами общаться через эту сеть. Никак. Я не смогу вам отвечать, я ничего не смогу сделать. Зачем мне это? Выкладывать видео на RuTube только ради монетизации какой-то непонятной, как она там вообще работает, и рекламы. И не видеть вообще никаких отзывов, нет, извините, для меня это просто какая-то мёртвая ерунда. Я вообще абсолютно против, и я как владелец канала на Ютубе выражаю свой полнейший протест RuTube. И я, если он не поменяет свою политику, моих видео там не будет. Я не буду туда выкладывать видео, но не только это меня бесит. Я и сама смотрю Ютуб. Мне нравится Ютуб. На самом деле здесь очень много полезного контента. Ты можешь очень многому научиться, ты очень много можешь узнать. Я могу смотреть мнения совершенно разных людей со всех уголков нашей страны или даже мира. Обычно я смотрю что-то про путешествия, как люди там с палатками ездят, какие-то обзорчики на всякие прикольные штучки. И потом обучение тому же дизайну, очень много всяких обучающих видео. Интересные темы там. Мне нравятся каналы, например, Побединского. Снимает на тему физики. И мой мозг очень болеет, когда я смотрю эти видео. Но это на самом деле очень интересно. И это очень тебя развивает. Что касается Рутуба. Я как пользователь, который захожу на Рутуб и хочу что-то посмотреть. Что я вижу? Вот что я вижу? Я вижу гребаный телевизор. Я вижу вот на первом баннере вот такие вот морды людей, лица людей, которых... Этих всех наших золотых звезд, от которых меня тошнит. Простите, мне хочется от этого всего блевать. Реклама тут же всяких сериалов, всяких передач непонятных. Я не смотрю телевизор. Я не хочу смотреть телевизор. Мне это неинтересно. Я не хочу смотреть, как кто-то сидит на острове и жрет банан. Как кто-то там разбирается с какими-то сплетнями. Какой-то вообще вот этот бред. Вот эти вот фильмы для умственно отсталых людей, которые они снимают. Я не хочу это не то, чтобы смотреть, я даже видеть этого не хочу. Поэтому я сижу на ютубе. Поэтому я не включаю телевизор. И когда ты заходишь на рутуб, тебе начинают вот так вот просто впихивать вот эту всю информацию об этих звездах, об этих передачах, обо всей этой фигне. Потом там целая куча вот так вот каналов наших российских. Спасибо большое, у меня есть телевизор. Мне не нужно, мне не нужно там смотреть это все. Потом там новости, пожалуйста. Вот тут новости, тут новости. Короче, наши передачи, наши дебильные сериалы, наши новости. Спасибо большое. Я не хочу. Можно как-то без этого? И получается, что если в ютубе страница твоя главная обновляется, ну, то есть работает система вот этой ютуба, она как бы подбирает видео, которые, возможно, могут тебе понравиться по твоей тематике. Что касаемо рутуба, я еще точно не разобралась, но предварительно я сделала такой вывод, что вот эти лица, вот эти каналы, вот эти передачи с моей первой страницы никуда не денутся. То есть там есть какой-то маленький, небольшой блок с видео просто людей, да, где, может быть, что-то адекватное тебе попадется. Но я, если честно, не уверена. Поэтому смотреть я это не хочу. Пользователь, заходишь туда, и тебе начинают вот так вот пихивать вот эту вот всю инфу, вот это вот все вот тебе просто в мозг вот так вот туда запихивают весь этот бред. И ты, ты даже не имеешь права на свое гребанное мнение. Ты даже не можешь сказать, что, господи, что это за жесть, что это такое вообще, или, ну, похвалить кого-то. Просто смотри и молчи. Просто смотри, никак не комментируй. Твое мнение нам не нужно и нам не важно. Я выложила несколько видео, решила посмотреть, как это все будет вообще происходить. Значит, одно видео на две минуты у меня проходило модерацию, я не знаю, сколько часов, но выложила я его вечером. Модерацию хорошо, оно прошло на следующий день. Следующее видео в тот же вечер было выложено на 15 минут, которое не имеет никакого отношения к политике, просто про сумасшедшую женщину, там, про всякие штуки. Прошли сутки, оно до сих пор на модерации. Сейчас вот не знаю, прошло, не прошло. В чем смысл? Извините, пожалуйста, но ты даже пукнуть против ветра там не сможешь. Я вот делаю такой вывод. Если они так долго проходят модерацию, эти видео, твое мнение, мало того, что в комментариях ты не можешь его отразить, ты и на видео не сможешь его отразить, ты ничего не сможешь сказать, ты просто, как какой-то непонятный сосуд, в который заливают вот так вот какое-то дерьмо, и оно не имеет права голоса вообще никакого. Ни как автор, ни как комментатор и как зритель. Понимаю, что сейчас введены эти все законы о фейках, и у нас творится инфовойна. Но, блин, при чем здесь таксичный контент? Ну, тут ноль политики, нету тут никакой политики. Эта площадка мне просто пытается заткнуть рот, да, и всем моим зрителям. В стране царит социальное неравенство. Есть, как бы, назовем их звезды, да, которые уже набрали популярность, и они выкладывают свой контент на каких-то либо площадках, собирают миллионы просмотров, и с ними очень сложно любым авторам конкурировать, потому что у тех уже очень огромная аудитория. И эти люди, многие из них, набравшие какую-то большую аудиторию, они перестают делать какой-то, ну, нормальный, качественный контент. То есть они выкладывают какую-то фигню, да, и все это смотрят. Соответственно, на ютубе мне, что мне нравилось? Ты, как обычный человек, ну, просто, блин, сажаешь огурцы в парнике, и думаешь, о, слушайте, а я спец по огурцам, я, короче, буду вести блог. Пожалуйста, веди. Пожалуйста, если у тебя качественный контент, ты интересно рассказываешь, круто. Ютуб тебя, ну, как бы, он тебя продвинет. Ему плевать на то, что там есть какой-то чувак с миллионной аудиторией. У тебя есть шансы куда-то продвинуться, попасть на какие-то там первые строчки, как бы выпадать в поиски. Любой человек может себя здесь попробовать, и ты, как бы, не дискриминируешься этим. Тебя выбирает зритель. Если ему нравится смотреть твой контент, он будет смотреть. И совершенно обычные, простые люди могли снимать контент, могли быть в топе, и мы все могли их смотреть. И это интересно. Что происходит на Рутубе? Ты туда заходишь, и там вот эта вот куча вот этих всяких вот этих звезд, суперзвезд. И они все уже напичканы туда, на первую страницу. То есть все, у тебя уже конкуренция просто капец какая дикая. Я говорю не просто вот там про себя, да, я не считаю, что у меня какой-то суперкрутой и полезный контент. Но, блин, сколько людей с суперкрутым и полезным контентом. Да, у них может быть какая-нибудь дебильная камера, он там едет где-нибудь по кочках в горах, и у него все вот так болтается. Но, блин, это интересно. Потому что это живые люди, это живая жизнь, и они ее показывают. На Рутубе я перспектив развития этих людей не вижу, потому что я больше чем уверена, что там все вот это вот куплено, все вот это проплачено, потому что это проект вот наших вот этих всех. И, пожалуйста, то, что им нужно, они то и будут на первую страницу просто вот так вот тебе вот в мозг вдалбливать. А то, что им не надо, ну и не надо. Возьмем даже тот же ТикТок. Я сначала тоже была его как бы против, мне казалось, что это ерунда. Ну, ладно, я его потом завела и начала выкладывать туда видео. И как бы мои видео в ТикТоке достаточно быстро стали набирать популярность. То есть они просто, ну, рандомно показываются каким-то людям. Точно так же обычный человек может тоже что-то выкладывать и также набрать просмотр. Что касается Рутуба. Вот мое видео. Я там собрала самый трэш. Самый трэш. Я его выложила. Знаете, сколько там просмотров? Ноль. Ноль. А почему? А потому что, да я сама залезла на этот Рутуб, и, извините, чтобы там кого-то найти, чтобы тебе где-то выпал в ленте таксист. Я не знаю, что надо сделать. Ну, нужно написать его имя в поиске, ладно, если у него есть название канала. А вот так вот, где-то какие-то рекомендации, ты сначала должен пролистать, так вот, миллион новостей, миллион наших каналов, миллион вот этих звезд, вот этих всех сериалов, всякой фигни, и потом, может быть, через несколько лет, часов времен вечности, тебе какой-нибудь таксист выпадет, или какой-нибудь чувак, который путешествует с палаткой. Спасибо большое. И это, это бесит. Это капец как бесит. То есть, мало того, что у нас в мире и так в России социальное неравенство вот просто вот выше крыши, так и нам еще этими способами отключают вообще какой-то способ самовыражения. Ни видео, ни комментарии, вообще ничего. Просто живи, смотри то, что тебе дают, сходи с ума, деградируй, превращайся в амебу, и все. Вот, вот и вся вот эта политика. Поэтому я еще раз говорю, я полностью объявляю протест Рутубу, пока он не изменит свою политику, пока там не появятся комментарии, не появятся лайки, хотя бы как минимум, что-то не изменится в его вот этой вот первой странице, моих видео там не будет. И встает вопрос о том, что, а где тогда будут мои видео. Пока YouTube жив, и пока я работаю в такси, мои видео будут здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok